В этом небольшом телеочерке мы собрали отдельные фрагменты телевизионных передач по общей теме «Работа против наркотиков», теме, которая не сходит с экрана телеканала «Премьер» вот уже почти 10 лет. В волею судеб Калининград оказался на европейском перепутии, через которое полегли тропы наркобизнеса. Наш город первым столкнулся и с вечной спутницей наркомании, страшной болезнью, чем от 20 века, с ПИДом. Уже в начале 1993 года у нас возникло предчувствие большой беды, мы ударили в напад. Но одного предчувствия было мало, нужен был информационный прорыв. И тогда общими усилиями Международного центра развития социальных инициатив, при поддержке губернатора Калининградской области Юрия Семеновича Маточкина и мэра города Калининграда Виталия Валентиновича Шипова, в эфире появилась передача «Мир без наркотиков». В ней мы впервые обозначили угрозу распространения наркотиков как угрозу жизни человека. Но далеко не все чувствовали эту угрозу. Многие не видели в этом ничего особенного. Вот пример типичного отношения к проблеме. Разговор в одной из школ Калининграда. Конечно, 70% из школьников пробовали наркотики. Я имею в виду коноплю. Если вот вы спросите, у ребят практически тут все пробовали коноплю. Но я не то чтобы очень часто употребляю наркотики. Даже на дискотеках нет. Но бывало там вот, чтобы, ну, бодрило всю ночь, чтобы там не спать хотеть. Вот. Но, конечно, не стараюсь к счастью употреблять наркотики, потому что действительно очень плохо действует на организм. Ну, на память, на мозги. Не знаю, может быть, ну, взрослые об этом не говорят. Но вот между нами это, ну, вполне распространенный вопрос. И мы, ну, значит, это мы общаемся, говорим об этом. Ну, довольно-таки часто. И, ну, я думаю, каждый там мало найдется людей, кто не знает, что такое наркотики. Мы находились тогда в самом начале пути. И у нас, и вообще в стране не было никакого опыта по борьбе с наркоманией. И мы пошли обычным путем. Снимали самих наркоманов, распространителей наркотиков. Делали рейли с милицией. Посещали в том числе и известный центр по распространению наркотиков в Калининграде. Так называемый цыганский поселок. В общем, отражали ситуацию, показывали наркоманию, как она есть. Яков Григорьевич, вы там закрываете меня? Я тебя закрываю. Гумулятор береговый. Гумулятор не обязательно, а вот камера. Ну, мы же отобьемся, если что. Отстрижаемся. Мы делаем. Вот, как правило, обычно вот такая молодежь продает очень часто. Ну, видите, ну сколько ему? Он, будем говорить, еще достаточно плохо знает алфавит. А деньги он читает с такой скоростью, что можно позавидовать иногда и банки и кассиры. Ну, сколько ты его приблизительно на игле сидишь? Ну, грубо. Ну, может быть, года два. Ну, два-три года, да, где-то там? Да. Ну, что, и ломок, да? Да нет, почему? Ну, она сейчас... Ну, перестань. Вы употребили где-то, ну, будем говорить, ну, где-то около часа тому назад. Ну, да. Ну, вот, я же буду поставить. Мы иногда, когда бываем только в Черняковске, тогда заезжаем сюда, и то очень редко. Наоборот. Ой, когда бываем в Калининграде, да, заезжаем, то очень редко. Ну, поехали. Спасибо. Это был наркотик другим, как в метадоновых и героиновых программах, которые, например, предлагал господин Сорос, приехавший к нам в Калининград. Но метадоновые программы не признаются нашими медиками и специалистами. Мы решили выяснить этот вопрос у самого господина Сороса. Мои эксперты как раз они за использование метадоновых и героиновых методов лечения. Это эффективный метод снижения вреда от наркоматической зависимости. Постепенно мы почувствовали, что нужно получше узнать, как организована систематическая работа против наркомании в странах, начавших эту деятельность задолго до нас. Так на нашем пути появилась Прага. Мы узнали, что здесь уже создана стройная схема работы. Есть целая структура, которая возглавляет первый и, заметим, единственный вице-мэр города Праги. В структуре задействованы специальные центры, которые охватывают все стороны и стадии наркопроцессов. Четко организована как лечебная, так и профилактическая работа. С наркоманами работают хорошо подготовленные специалисты. Кстати, многие из них сверстники вот этих самых молодых людей. И к ним доверия, конечно, гораздо больше. Но самая важная работа совершается, как это неудивительно для нас, полиция и Праги. Заметим, что в Чехии две различные полицейские структуры. Есть федеральная полиция, на которой замыкаются криминальные вопросы и прямая работа по пресечению незаконного ворота наркотиков. И муниципальная. Она ведет огромную профилактическую и пропагандистскую работу в школах, учебных заведениях, в молодежных организациях. После нашей поездки в Прагу и ответного визита чешских специалистов в Калининград, мы выпустили цикл передач «В 21 век без наркотиков» и «Мир без наркотиков». Эти материалы были представлены в областную администрацию, в Международную ассоциацию по ББС наркомании и наркобизнеса, в федеральные органы власти. Они были показаны и по телеканалам города Москвы. Значит, наша сегодняшняя встреча происходит в детской психиатрической клинике больницы Матол. Это один из крупнейших центров медицинских в Праге. И представим вам доктора Лоренцо, Яна Лоренцо, одного из ведущих детских психиатров в республике, который занимается проблематикой, в том числе проблематикой наркомании у детей. Следующим маршрутом на нашей карте была Германия. Земля Шлезвия Гольштейн. Кураткиль. Решение проблемы наркомании в земле Шлезвия Гольштейн является составной частью общей работы, направленной против так называемой зависимости человека от каких бы то ни было пристрастий, будь то карточные игры, алкоголизм или что-либо другое. Успех этой работы кроется прежде всего в создании целой сети учреждений, занимающейся как профилактикой, так и оказанием самых различных видов помощи – медицинской, социальной, психологической. Своеобразным координационным центром является служба для противодействия различным формам зависимости Земли в Шлезвии Гольштейн, которая начала свою работу в Киле в 59-м году. Есть два направления, по которым можно работать. С одной стороны, заняться проблемой предотвращения зависимости, с другой – позаботиться о том, чтобы люди имели возможность избавиться от нее. Надо также сказать, что начать рано помогать людям избавиться от зависимости очень сложно. Надо, чтобы они сами это поняли, осознали. Надо помочь людям разобраться самим в себе. В первую очередь, помочь детям, научить их правильно себя вести в конфликтных ситуациях. Научить их быть сильными, оказывать помощь самим себе и другим. Это начинается в школе, где детей учат преодолевать конфликты, обращаться самим за помощью. Их подробно знакомят с темой наркотической или алкогольной зависимости в игровой форме. Таким же образом осуществляются другие проекты. Значительную роль играет профилактическая работа. Среди основных направлений деятельности – разработка концепции, проведение семинаров, поддержка проектов, кооперация с другими бюро в профилактических проектах. Вот в таком справочнике можно найти адреса и распорядок работы всех пунктов по оказанию помощи зависимым людям в земле Шри-Ази-Гольштайн. Условными знаками обозначены те виды помощи, которые можно получить в каждом конкретном пункте. Как сказали мне сотрудники, часто старшеклассники пробуют наркотики или алкоголь, чтобы, по их словам, получить опыт, а затем бросить эти вредные привычки. К сожалению, впоследствии это удается не всем. С Герхардом я встретилась на одной из молодежных площадок во время проведения Киевской недели. Ему 32 года. Он – бывший наркоман. Уже два с половиной года он не употребляет наркотики. Я начал с мягких наркотиков, типа экстази, еще в школе. В 17-18 лет перешел на более сильные наркотики, типа героина или ЛСД. А так как это было запрещено, так же, как и алкоголь, то доставляло наиболее сильные ощущения. Поэтому я во все это и кинулся. В 1997 году я, наконец, осознал, что впал в очень сильную зависимость и решил лечиться. Сначала в течение трех недель мне провели терапию по очищению организма от яда. Потом шесть месяцев я был в специальной клинике в Киле. Именно для людей, которые еще принимают наркотики, но уже стали на путь осознания необходимости изменения своей жизни, создана так называемая «нижайшая ступень помощи». Контактное бюро «Клара» – это пункт медицинских, социальных, юридических консультаций, а также место встреч для людей, употребляющих и легальные наркотики и их заменители. Как правило, это взрослые люди, более или менее готовые принять помощь. Многие из них вследствие длительного наркотического образа жизни психологически обнищали, не имеют работы. Что конкретно могут получить посетители «Клара»? Психологическую поддержку и советы различных специалистов, медицинское обеспечение, которое включает в себя консультации специалистов, бесплатное тесто, могут бесплатно обменять шприцы и получить презервативы. Сейчас руководитель бюро Томас Шрёдер показывает контейнеры, куда складывается бывшее употребление шприцы. Здесь можно принять душ, постирать белье, причем полотенца, мыло, порошок предоставляются бесплатно. Клиенты могут получить по цене себестоимости безалкогольные напитки, овощи, хлеб, другие продукты, а трижды в неделю за символическую плату полторы марки. Теплый обед. Но, пожалуй, главное – это возможность общения, в том числе в группах по интересам. Здесь имеется комната с музыкальными инструментами, игры. Здесь окажут практическую помощь при направлении на лечение, переезде, поиске работы и жилья. Главное, к чему стремятся сотрудники – открыть перед своими посетителями жизненные и профессиональные перспективы. Постепенно стал накапливаться опыт и у нас. В городе Калининграде, в поселках Орехово, Знаменка, Круглово, Пригольском и в других местах усилиями мэрии города Калининграда, областной администрации и многих специалистов создаются центры для лечения и реабилитации наркозависимых. Становление этих центров – процесс непростой. Средства, выделяемые из далеко не богатых муниципальных бюджетов до международной гранты, не гарантируют безбедного существования, вручают свой труд и инициативу подвижников, создателей этих центров. К сожалению, в наших архивах не сохранились записи середины 90-х годов об этих центрах, но, чтобы иметь представление, мы включили сюжет из поселка Знаменка, снятый в прошлом, в 2001 году. Так начинается утро в реабилитационном центре Знаменка. Даже в непогоду и слякоть бег на 4 километра. Но для ребят это не главная трудность. Осилить подъем в 6 утра ежедневный кросс легче, чем преодолеть соблазн вернуться к наркотикам. В центре уже вторая группа наркозависимых. Ребята живут по строгим правилам и законам. Один из них – закон абсолютной трезвости. Нарушителей просто изгоняют, чтобы не было компромиссных вариантов. Весь день четко расписан. У каждого жильца дома свои обязанности. Ведь из так называемых взрослых здесь только директор Николай Разин. У нас 33 гектара земли, на которой мы сами выращиваем картошку, сами выращиваем морковку. Стараемся выращивать все, что нужно нам для нашего дома. Помимо этого есть свинки, коровка, коза, куры. Отношения с окружающими, ну, они хорошие настолько, насколько это возможно. Технику свою они нам доверяют, вот местные фермеры. И мы им помогаем, они нам помогают. Мало того, люди с проблемами какими-то у себя, чего-то помочь, чего-то они не в силах самостоятельно решить, идут к нам. Евгений приехал в центр из Алматы. Настроен пройти курсы реабилитации до конца, так как понял. У меня выхода другого не осталось. Или умирать на улице где-то, или быть здесь. Я выбрал, естественно, быть здесь и вернуться домой к трезвой жизни. Впереди у Жени еще полгода реабилитации. А вот Георгий весь трудный путь уже прошел. Но менять знаменку на родную Москву пока не спешит. Я был дома, я был дома, поступил в университет учиться. А вот, ну как, есть какая-то цель, здесь идея, то есть помочь людям. Интересно мне здесь. И не знаю, как и что еще. Просто интересно. Реабилитационный центр мог бы одновременно разместить 30 ребят. Но пока здесь живет 15 человек. Красивый двухэтажный особняк благотворительному фонду отдал житель Германии. Его сына ребятам пригнал трактор. Причем дорога на этой скоростной машине заняла у чудака две недели. Ну а местные власти оказываются не в состоянии помочь центру провести свет. Речь идет о 10 тысячах долларов. Это деньги, которые я физически не могу, не могу нигде взять и помощи вот на день сегодняшний. Никто не предлагал, во всяком случае. Где не спрашивал, везде отказывали. Ребята, закончившие реабилитацию, возвращаются в знаменку, как в родной дом. После года тяжело в город ездить. Надо потихоньку адаптироваться. Живут первое время здесь, уезжают домой. Вот у нас сейчас с Москвы приезжают люди, заканчиваются. С Москвы в гости приезжают. У нас в Иркутске приезжают гости. Преодоление зависимости – это победа. Победа человеческой воли над страшным недугом. В знаменке знают, что такое борьба, где проигравший обречен на смерть. Важно не оставить ребят одних на поле битвы. Вообще, возможно излечить наркомана от наркозависимости? Ну, в данном случае я говорю не о моем личном опыте, я говорю о том, как на это смотрит наркологическая наука. Мы говорим, что можно добиться стойкой ремиссии. То есть можно сделать так, что человек год, два, пять, десять лет, двадцать пять лет, сто двадцать пять лет не будет употреблять наркотики. Но мы не говорим, что он стал абсолютно здоровым. Мы говорим, что он находится в стойкой, хорошей, глубокой ремиссии. Такова позиция наркологической науки. Ну, а если серьезно говорить, у меня есть масса больных, которым удалось уйти от наркотиков. К сожалению, это далеко не большинство из тех, кто обращался к нам за помощью. К сожалению. Но наука развивается, и мы совершенствуем свои технологии. И я надеюсь, что каждый год процент излечившихся, вернее, процент, перешедших на этап стойкой ремиссии, будет все больше и больше. Вообще же, в Калининграде создана стройная сеть структуры учреждений, которая занимается как лечением, так и реабилитацией больных наркологического профиля. Ну, я хочу сразу проговорить. О реабилитации подразумевается длительный процесс, куда входит в том числе и медикаментозное лечение. Начинается этот процесс с мотивации к лечению. То есть мы можем бесконечное количество клиник, больниц построить, оснащать их как угодно, но до тех пор, пока больной не захочет сам лечиться, эти клиники будут пустовать. Поэтому начинать надо именно с мотивации к лечению. Ну, дальше, естественно, лечение медикаментозное, затем отрыв от наркогенной ситуации или, ну, чаще всего, это загородная реабилитация, либо какие-то другие способы, и ресоциализация, возврат больного в общество. Выбирай спорт или наркотики. А далее наша работа перешла в активную фазу. Пропаганда здорового образа жизни как альтернативы наркотической погибели. Сильной России. Здоровую нацию. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы первый раз проводим такую встречу. Наша телевизионная встреча или дискуссия, или, как сейчас это модно говорить, ток-шоу, посвящена достаточно серьезной теме, серьезной проблеме. Это наркомания. Присутствуют наши гости. Походу мы будем знакомиться. Это люди, которые занимаются этой проблемой. Кто-то больше, кто-то меньше. Это представители официальных государственных органов и также общественных организаций. У нас в зале присутствуют молодежные организации. Это наши гости, которые, непосредственно молодежь, и спортсмены, которые буквально два дня участвовали в международном турнире. Во Франции есть ли такая проблема наркомания среди молодежи? В подростковом возрасте проблем с потреблением наркотиков у детей нет. Они достаточно хорошо контролируются и защищены. Но когда дети уже поступают в колледжи и уезжают в большие города, у них точно такая же проблема возникает, как это рассказал Алексей. То есть, когда они чувствуют свободу, по всей видимости, и, но в то же время, и не заняты, ихнее время свободное не занято, действительно, у них есть склонность к потреблению наркотиков. Естественно, отношение негативное, но в то же время в детях не воспитывают пренебрежение к людям. Даже, нет, нельзя пренебрегать с людьми. Пренебрежение к наркотикам. То есть, подростки относятся совершенно спокойно к тому, что сосед употребляет наркотики. Это модно. Это стало тенденцией моды. Хочу добавить, где-то у нас стоит на учете около 8 тысяч человек, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков. Тут, будем говорить, любые категории. Потребители, избытчики и контрабандисты. Аспект достаточно широкий. С учетом того, что, будем говорить, есть определенные проблемы, связанные, ну, с постановкой на учет, это проблема чисто такого, будем говорить, служебного характера, эту цифру можно было бы смело довести. Я мог бы за нее, так сказать, отсчитаться. Это цифра где-нибудь около 10-12 тысяч человек на сегодняшний день. Прежде всего, вся атмосфера нашего сегодняшнего действа, мне кажется, очень уж доброжелательной, очень уж такой добродушной. И вот мне кажется, что осознание того, что наркотик есть зло, оно к нам еще пока не пришло. Мы, так сказать, рассуждаем об этом как, вот в смысле ментальности, мы рассуждаем об этом как о некоем таком гипотетическом зле, которое, в общем, где-то далеко и нас оно не касается. Я думаю, что если бы мы сюда пригласили ребят, которые прошли вот через этот ад, а ад начинается не тогда, когда вот вы, ребятишки, прыгаете на площадках, да, через таблетки, которые нужно обязательно вытоптать, да, иначе потом голова будет болеть. А приняли таблеточку, проплесали целую ночь, и ничего. Зло начинается тогда, когда душа человека проходит через вот этот вот адский ужас, когда начинается ломка, когда начинается невозможность преодолеть себя. А теперь посмотрите, являемся ли мы той единой силой, которая может противостоять вот этому злу. Смотрите, зло, оно ведь очень хитрое. Те, кто работают с той стороны, у них колоссальные деньги, у них тончайшие психологи, которые все время очень гибко меняют тактику и стратегию. Вы посмотрите, ведь никто не сказал, никто, ни один не сказал, что да, я знаю ребят, которые продают, я знаю ребят, которые курят, я знаю ребят, которые колются, но никто, да, вот и не скажет. И ни в одной школе вы вот так просто, да, не блюдете, не скажете, вам не покажут, вот тот продает, хотя все знают, кто продает. Где, в каком гольюне, сколько там, значит, можно за сколько чего взять, любой знает, но никто не скажет. Смотрите, возникает как бы многократная защитная оболочка Те ребята действуют очень умно, очень тонко, очень качественно, очень действенно У них есть все, так сказать, для этого Мы должны найти инструмент, который бы этому всему противостоял Для этого сначала осознать, что зло изменит собственный менталитет И затем найти явный и прямой выход из этого положения То есть противостоять Прежде всего развенчать ореол героизма вокруг того, кто употребил наркотики Вроде бы все-таки мы считаем, что это какие-то особенные ребята На самом деле это сломанные люди, это рабы, это, ну, в сущности, уничтоженные люди Сильной России нужна здоровая нация Я выбрал спорт, вы, надеюсь, тоже Поэтому пусть наши дети также выбирают спорт Проблема потребления наркотиков, наркозависимость в российском государстве достигли, на мой взгляд, очень больших размеров И что самое печальное, то, что это произошло за достаточно короткий исторический срок К сожалению, город Калининград и Калининградская область не остались в стороне от этой тяжелой беды и проблемы Конечно, в первую очередь должны очень много усилий прилагать правоохранительные органы Которые имеют достаточные средства, силы, способы борьбы с распространителями наркотиков Работают непосредственно с самими наркоманами Не только силами медицинских учреждений, но и силами правоохранительных органов Но особенно мне хотелось бы сказать о роли общественности, общественных организаций в борьбе с этим действительно злом нашего столетия с наркоманией В городе Калининграде мы достаточно активно пользуемся средствами массовой информации Работаем с нашими научными сотрудниками, с медицинскими работниками для того, чтобы поставить барьер, поставить преграду И если не совсем прекратить распространение наркотиков, то хотя бы остановить это расширение распространения наркотиков в городе Калининграде На этом поприще активно и очень продуктивно работают наши телекомпании, такая как телекомпания «Премьер» За несколько лет было выпущено более сотни различных сюжетов Балтийским фондом спасения детей и подростков от наркотиков была проведена также большая работа Общественное движение в 21 век без наркотиков охватило в течение года большое количество молодежи Учеников старших классов школ, студентов наших вузов Москва, 25 июня 1999 года Сегодня начинает свою работу Всемирный конгресс антиэнергетических сил в 21 веке без наркотиков В настоящее время правительство и общественные мнения практически всех стран крайне обеспокоены высокими темпами распространения наркомании и наркобизнеса во всем мире А это гибель генофонда, социальная катастрофа Недаром Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций объявила последние десятилетия нынешнего века десятилетиям борьбы против злоупотребления наркотиками Всемирный конгресс антиэнергетических сил в 21 век без наркотиков был организован Международной ассоциацией по борьбе с наркоманией и наркобизнесом И проходил под председательством депутата Государственной думы Эллы Александровны Памфиловой Элла Александровна, вы лидер общественно-политического движения за гражданское достоинство и вы председательствовали на Всемирном антинаркотическом конгрессе в 21 век без наркотиков Как совместить, казалось бы, далекие понятия гражданское достоинство, достоинство вообще и борьба с наркоманией, с наркобизнесом? Цель этого движения всегда была, как сказал Солженицын, сбережение человека Я считаю, это самое главное Нам удалось собрать на протяжении многих лет высоких профессионалов в сфере экологии, охраны здоровья, образования, науки, культуры, экономики Мы являлись инициатором создания в стране такой отрасли, как реабилитология, реабилитация Это в частности касается и тех, кто попал в эту беду, кто оказался связанным с наркотиками То есть это движение, это общественное движение за здоровье и красивое на все эти годы Это было движение реальных дел, конкретных дел Не ныть, не плакать, не говорить, что вот лазь плохая, все плохо И это как бы дает возможность опустить руки Ну что от меня зависит, если в стране все плохо А это как раз оказалось движение людей, которые в любой ситуации умеют выстоять Стать на ноги сами, помогать подниматься другим И вот в 2000 году совместная антинаркотическая работа Неправительственного совета национальной безопасности России Мэрии города Калининграда, Калининградского государственного университета Калининградской епархии православной церкви и телеканала «Премьер» Позволила провести первый в стране открытый урок против наркотиков Основная задача сегодня – это провести так называемый открытый урок против наркотиков Это своеобразный открытый урок Это первый пилотный такой проект Нам очень приятно, что это проходит в Калининградском государственном университете На факультете биоэкологии Этот урок должен послужить своеобразной моделью для проведения вот такой формы Информационной, просвещенческой в плане кампании борьбы против наркотиков И такой опыт будет распространен на всю Россию Мне хотелось бы, чтобы вы с вниманием прослушали наших сегодня гостей И чтобы наш этот урок успешно прошел Уважаемые студенты, уважаемые наши гости Проблема, по которой сегодня собрались и государственные, и муниципальные органы И общественные организации Действительно очень серьезная и глобальная проблема Мы у себя в городе Калининграде вплотную столкнулись с этой проблемой Восемь лет назад, когда впервые у нас открыто стали регистрироваться люди, которые принимают наркотики А их сегодня 9 тысяч человек официально зарегистрированных в городе Калининграде И когда впервые мы столкнулись с таким тяжелым злом, когда ВИЧ-инфекция Это очень серьезное заболевание попало в среду наркоманов Вот тогда мы открыто стали говорить, как защитить каждого молодого человека Как защитить вообще любого человека от наркотиков От того, чтобы он покупал эти наркотики От того, чтобы он потреблял эти наркотики И чтобы они свободно не продавались ни в школах, ни на дискотеках Не в любом общественном и другом месте Галина Сергеевна правильно очень сказала, что сегодня в борьбе против наркотиков объединяются многие силы Это, прежде всего, силы государства, конечно Но само по себе государство не может решить все-таки эту задачу Обязательно должны подключаться силы гражданского общества Это и образовательные учреждения, как наш университет Это и общественные объединения, общественные организации И вне, конечно, общего нашего такого движения не стоит и церковь Пожалуй, самое главное, без молодых людей никто не сделает Без вас, без ваших ровесников, без тех, кто младшим возрастом вас Мы не победим этого Значит, в своей среде, общаясь друг с другом Должны эту тему поднимать и размышлять И мне кажется, вся профилактика всех направлений От медицины до церкви Должна заключаться в том, чтобы вызвать разум молодого человека На диалог с самим собой и друг с другом На эту страшную тему И прийти к определенному какому-то выводу, что это вредно И бороться с этим В этом сейчас заключается главная задача Разбудить разум В настоящий момент в России в наркобизнес Вовлечено, по данным главного управления По борьбе с незаконным оборотом наркотиков 30 миллионов человек Это очень страшная, очень тяжелая цифра для нашей страны И мнение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Однозначно в России не будет наркомании В России не будет наркобизнеса Именно государство сейчас прикладывает невероятные усилия Для того, чтобы это произошло Я думаю, что, наверное, уже ваши дети Будут частично свободны от этой проблемы наркомании И, наверное, в этом будет и ваш труд тоже По статистическим данным, а также по итогам акции Даже не пробы, проведенной в сентябре этого года Можно констатировать, что наша область Уступила пальму первенства по СПИДу И употреблению наркотиков другим регионам России Это не может нас не радовать По нашему разумению, в определенной мере Сказалась здесь и наша работа тоже Вовлечение, втягивание в наркозависимость Всегда связано с человеческим словом Стало быть, ключ к успешной работе против наркотиков Также является словом При этом слово журналиста, священника, мэра Сотрудника МВД, президента страны Оказывает существенное влияние на ситуацию Мы искали свое слово И нашли его в форме открытых уроков против наркотиков Это и прямые эфиры на телеканале «Премьер» И уроки в вузах, школах, средних учебных заведениях Показанные затем по телевидению Это также и видеофильмы, созданные на «Премьере» И распространенные в школах вроде Калининграда Вот небольшой фрагмент одного из таких уроков В прямом эфире телеканала «Премьер» Представьте себе Что страховой компании надо несколько раз выложить на одного человека по 15 Она, конечно, не хочет этого делать Она направит его в самый удачный лечебный центр А как его найти? И вот американцы сделали таким образом Центры реабилитационные стали организовываться в ассоциации С этими ассоциациями работали страховые компании И на деньги страховых компаний создавались патронажно-статистические агентства То есть, например, человек идет на лечение Он берет страховую сумму на это Большую И подписывается у страховой компании После того, как я выйду из лечебницы Раз в три месяца Я буду обязательно встречаться со специалистом из этого патронажного центра И он мне будет помогать трезветь И он встречается, и каждый раз его спрашивает Вот этот вот специалист Какие у него проблемы со здоровьем С семейными отношениями С рабочими взаимоотношениями на службе Помогает ему решить эти проблемы И заодно выясняет историю его трезвости Чтобы сделать видеоматериал более доходчивым Доступным для восприятия школьников Нужно искать и иные формы телевизионного показа Например, мультипликацию Сейчас мультфильм, фрагмент которого мы вам покажем Готовится к эфиру на телеканале Премьер Ванечка, тебе сегодня опять кошмары снились? Да, мам Представляешь, мне приснилось, что я растворился во вселенной Смотришь эти видики допоздна Что ты в них нашел в этих фильмах? Сплошная грязь, кровь, насильники, наркоманы Уберег бы свое здоровье Да не из-за фильмов ему кошмары снятся От безделия В армию не пошел, работать не хочешь Учиться тоже Ну почему же? Я хочу стать юристом Как раз собирался на этой неделе сходить в университет И все узнать о вступительных экзаменах Молодец, Ванечка Видишь, отец, какой хороший сын у нас растет Да, сынок, хороший выбор Юристы сейчас неплохо зарабатывают Так что давай, поступай Привет Я уже всю дискотеку облазил Тебя искал Что у тебя сегодня есть? Черный хлеб, компот в сортименте Да хорош стиваться Я же серьезно Есть тексты? Нет С синтетикой засада Вообще во всем городе не найдешь Исчезла Ну, у кого угодно спроси Ни у кого нет Да и кому это надо? Публика совсем другого просит Смотри Продукт элитный, белый, чистый Такой редко попадает Да нет У меня денег столько нет Он же, наверное, не дешевый Как-то страшновато с ними кружиться Че ты боишься? Боишься подсесть плотно? Да от одного раза ничего не будет Я вон раз в месяц отдыхаю и нормально Хочу, употребляю Хочу, не употребляю А если ты про деньги волнуешься То будем считать, что тебе повезло Ты выиграл в лотерею Держи, друг Город Калининград Занимавший первое место По употреблению наркотиков В 1997-1998 годах В результате совместных Антинаркотических действий Государственных, муниципальных Общественных и правоохранительных организаций Ушел на 22 место По уровню наркотизации в России Потому что через антинаркотические Телепрограммы И антинаркотические акции Удалось научить население города Противодействовать наркотизации Самостоятельно Суть открытых уроков против наркотиков Состоит в развенчании мифов Мифы о том, что наркомафию нельзя победить Мифы о том, что наркоманию нельзя излечить И мифы о том, что наркоманы Какие-то особые люди, чуть ли не герои Мы показали молодым людям Что употреблять наркотики немодно Некрасиво, неинтересно и опасно Что наркозависимость можно победить И что уменьшение спроса на наркотики Подрывает экономическую основу наркотизации Нет спроса, нет и мафии Мы это показали И люди нам поверили Он в сиянии возник Веры и мечты Ясный лик, чудесный лик Знаю, это ты Время бьется глупой птицей Быть или не быть Мир вокруг меняет лица Разучившись жить Птиц вечно сквозь векам Только мать с младенцем на руках Вечно сквозь векам Только мать с младенцем на руках Сквозь векам Сквозь ресницы вижу свет На душе покой Ты меня счастливей Ты меня счастливей Вечность сквозь века Только мать с младенцем на руках Вечно сквозь века Только мать с младенцем на руках Ты спаси и сотраги Мир свое, дитя Верю в звезды глаз твоих В сердце мне глядя Время бьется глупой птицей Быть или не быть Мир вокруг меня и длится Разучившись жить Вечно сквозь века Только мать с младенцем на руках Вечно сквозь века Только мать с младенцем на руках Только мать с младенцем на руках Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»